Так, ну, и тут уже трассу смотрят. Вадимка, до старт! Организатор продолжает обход трассы с участниками. Виллис привлекает внимание всегда. Катает. Поклонников бренда. Один другого спрашивает, есть тормозуха? Будет. Говорит, есть в бачке. Пойдет соси, да? Пойдет. Так, это бессмертная копейка. Она может без тормозухи ездить. Слыши, флаг не оторвался, мне нравится, отъездил. Берем столько, сколько... Допустимо, да? Все, Маск, хватит, мне хватит. Я сейчас могу дать. Так не надо, бачок уже не влезет, а то хватит. Да, влезет. Возьмешь с собой в дорогу. Пойдем назад, залеймись еще. Я буду пойти. Десь полстакана, не больше. Тормозуха закончилась в Ниве легендарной. Где это Нива? У меня тормозуха сцепления потихла. Ну, тормозуха сцеплений. Ну, тормозуха сцепления. Скидки надо. Скидки надо. Скидки надо. Наливай тормоза максимум, наливай. Если что, то туда возьмем сцепление. Если уже ждать, подзаконтится. Там что-то контрольные лампы у тебя отключены. А зачем они? Контрольные кто? Глянь, ничего. Кто рус? Лампы. Ничего лишнего под капотом вообще. Ну, так стандартно. Шланги такие интересные, такие немножко изношенные. Зимние, да? Заливай. Там полный, полнейший. Не дают позавтракать. Куда он поехал, ё-моё? Шутка на брифинг. Это Суниеве? Это Суниеве? Да он уже гонял. Да нет, тут сидел такой человек. Ехали вокруг, как ехали. Мы успеем. ГАЗ-69, как тебе? Смотри. Ремонт идёт, идёт ремонт. Блин, молоток, главное, чтобы был и всё. Можно починить. Родные. Боюсь, боюсь, 69-й. Боюсь. Или двоюродные. Ну, поскольку мы передирали. Передирали, да? 69-й, да? Ну, не получилось. Или 67-й передирали? И то, и другое. Да? Поэтому спидометр Бу-Бух стал. Придаточный спидометр. Работает на чёт. Колёса. Куда нам, наверх? Да. Да? 78 лет, и она едет. 78 лет? 78 лет, 42-й год. А движочек вот наверх. Опа, вот это да. А ну, подожди, стой, я. Давай с улицы покажу, как заезжает. Ну. Как вам страшно? Валера, а что, меняешься? Да. Вот так вот. Такой подъёмчик. Хороший. Руслан, я забыл включить передний мост. На заднем? Да. Нормально. Ну, потихонечку и поехал, и поехал. Я забыл за передний мост и поехал назад. Смотри, крышу натягивает, да? Да. Ты же на ней сидишь. Ну, что, крыши, что? 80 может, ну, идёт 80. 80. По трассе 70? Больше 100 не пробовал. Да нет, по трассе вот так... 70-80. От Киева 60-70-80. 60-70-80. А расходы какие? 8-10. Прикинь. Движок хорошо работает. Да, я забыл. Карператор, не скажу, полнопроточный... Была точка? Тут всё в точке, каждый день. Через дерево. Через дерево. 160 точек. Да, 160 точек вчера был. Меньше взял, да? Пять точек. И спать, да? Вчера топчик мы туда-обратно хорошо взяли. А, нормальный видунок. Перевесили русик видео. А на чём вы были? На желтой. А, на желтой? Да, на костюме. Ну, спецучасток круто вы, конечно, дали вчера. А что она на немецких номерах? На литовский барифинг. О, тут нормально. Ну, она тут и подходит без поля дела. Браво, свои машины, ребята. Если вы быстрее передающего автомобиля, не надо его бхать, объезжать по колышкам. Он остановится, скажем, время. Вы его обгоните буквально через 20 метров. Через 20 метров. А, вверху? Можно изверху. Вот он стоит по лесу. Он не маленький, его высох. Остановились. Мы его так... 18-й уже там он чует. 18-й. Вот это, как будет 18-й, то будет круг вот так. Что такое? Понимаете? Я вам скажу, ну, честно, что потом не обижалось. Вот это все тут. Я вам скажу, вот что мы выбираем, вот это как, а? И болый тип. Друг-другу помогать можно, помощь разрешается. Трафами пользоваться можно всем, кроме лебедок. Лебедки вам напечатаны, но вам, я думаю, не надо. Это самое. И просьба... Да нет, ты что, я помну, я 100 килограмм? Да ладно. Блин, машина... Машина предназначена для съемки. Я уже наверх залез. Так что, смотрите, полтора часа, ребят, ну, это не надо сейчас... А-а-а-а, втух, 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 принесите шару в голове, много. А с нами я вчера, что я... Да, я сейчас я пойду, давайте, что там надо, давайте... Что еще? Стрим-ленты, везде будут взять вашу элитация. Так что, не останавливаться, завязывать ничего не надо, просто минус 20 баллов и вы с счастливой душой поїхали дальше. Хочу, как раз в Парлович. Так, 5 раз на кругу, на кругу и на кругу. Не развернуйся, я против, что я сцентал, нахуй. Шлемы обязательно. И по технике, значит, если стал на трассе, то мало ли что, не дай бог, поломался, то лучше своими силами как-то для виталкать машину за лево. Если не получается, то всегда найдется такой человек, который станет поможем. Есть люди, которые едут, потому что они едут на результаты, а есть люди, которые просто станут поможем. То не надо машину кидать и тыгорю купить. Так, сегодня будет весело. Ох и мочат. Кстати, он такие движения, что если бы на нем поставили точку, то... Что, идем по трассе? А нас по Борисовичу. Так, едем по трассе. Надо ленту, Валера, подымишь? Ребят, подымите нам ленточку. Может, надо спросить? А мы сами. Да нет, поехали. 78 лет, мы уже еле перебираемся. 78. Видно, это холодно будет. Сохранили. Рома, поехали по трассе. Не хочет. Сейчас, я дверь закрою. Подожди. Там двери нет. Дверь закрою. Блин, дверь заклинило. Боевой расчет 45 кишечников. Так, организатор ведет. Сейчас мы посмотрим. Не-не, поехали, он не туда. Это бешеный, он не проходит в этот класс. Рома пытался Белого Волка пропустить вперед. Сегодня пошел отлично. Да? Хорошо. Вчера лендровер, сегодня Виллис, да? Завтра майба. Вчера удовольствие получил в вечерней. Я так заснул, за 20 минут заснул. Да? Эту сушку как бы хотели ехать, обсудили какие деревья. За что, куда цепляться? Морда говорит, давай только вперед. Я говорю, едем туда-назад, едем вперед. Не едем, да? И вложились во время, все в порядке. Не, ну красиво было. Плавилось спокойно. Красиво было. Очень быстро вы передвигались по этому болоту. На самом деле, механическая лебедка, это... Это сила. А, а с чего лебедка? БТР лебедка. БТР лебедка, да? Да, 50 метров барабан. Реально, на вторая-третья передача делала вчера, по-моему, ветер. Вообще. Что вы как думаете? Ну, это не на дуги. Кто расскажет? Правильно, правильно. Топор советский. Да, кидайте туда, кидайте туда. Ачейн, это простой военный, я не знаю. Подскажите. Ну, крепкий СССР. Советский. А ты им пользовался? Не по-нашему? Не по-нашему. Говорит, не по-нашему написано. Но я его больше нигде не видел. Ну да, СССР уже нет, значит, не по-нашему, правильно? Мы же украинцы, конечно, не по-нашему. Не по-нашему, да? Я его в армии не видел. Хороший топор, такой крепкий. Так а вы в армии махинишки делали? Нет. Я служил под Волгоградом, 83-85, а она служила в 42-45. 42-й год. Оригинал. Ну, я понял. Так а как она попала? Американцы дали... А закрыт бардачок? Американцы дали 52 тысячи. Надо было вернуть их. Часть осталась. Одну оставил в полковнике. А, то есть... Папа купил. Раз это... Ну, все понятно. Раздерепанили воинскую часть? Ну, надо было вернуть их. Оставляли только воинские части. В воинской части передавали председателям полковозы. А полковник себе оставил. Вот так машина попала. А что это за ручка впереди по центру? Это ручник. Очень интересно. Оп, и стоим. А где-то еще есть в каких-то машинах похожих? В 67-м есть такой, нет? В Волге в 24-м. Да? Похоже, да? Ребята, сейчас очень нужно аккуратно, то что... 31-й, да. А мы тут не проедем. Проедем. Да, мы... Уверенно. Это же стандарт. Потихоньку. Может, встать, чуть-чуть разгрузить? Нет, нет, нет. Потихоньку. Она же рассчитана, не догруженная, еще два человека должно быть. Ну, четыре. Четыре, но... Паспортная 250, но полтонная она, без проблем. Так, мы по спецучастку идем. Так, ну, здесь не посрамили. А, я не доспросил. Коробка раздатка своей? Бровера? Я заглядывал не понял. Так я пошел. Да, позвоним. А. Чтобы была в Литве, прошло. Он нормальный там, мужчина такой. Ну, скажет что-то, мы как по нему. Самое дело, как Валера. Да? Да. Да, в Литве много там у них, конечно, машин. Ее история покупки была. Приехали в Литву по машинам. И знакомый говорит, «Да вот, заезданный там по тонну 200». Я говорю, «Ну, давай». Сели в нее. Ну, там просто вот так. Вот. И вот так вот. Вот так вот. Я говорю, «Так, ну, что это?» Да не годится. Я говорю, «Стурман должен комфортно ехать». «Ну, давай прокатимся». Прокатились, мотор патрол уже, не едет. Он говорит, «Я там в Вильнюсе что-то там его колдую. Будет вообще летать». Я говорю, «Не, не надо колдовать. Мы в Харькове будем». Наколдовать, да? Да, Витас говорит. Витас говорит, «Да тут есть машинка. Человеки прочь, поехали». Ну, зашли. Она такая красивенькая. Три этапа только проехала. Чемпионы ТВ. 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 Это они такие любят. У них много таких машин. Я говорю, «Ну, запусти». Он когда запустил, мы говорим, «Надо брать». Как звучит, да? В В8. Вчера у него залетил по этому. Смотрите, мы едем, подъем такой не детский. Да, да. Тоже ваша? Не, ну там… А, там же ямы две выкопаны. Да, и погрязни там пустят. Пустят погрязни? По той же днем? Ну да, где точки. А, где точки. Не, ну это не годится. Валера, осторожно. Тут трассу ты меняешь рельеф, елки. Трава пожелтеет. Слушай, вот это топчет. Ну лучше, лучше. Да, конечно, пешком и даже прикинь, вспотеешь, блин. Самое главное, подгоняем. Да, да. Парень подготовленный с ракетой литровой, чтобы не вспотеть. Да, вот эта трасса. Ты смотри, панда не маленькая, сколько? Человек пятнадцать. Ветер будет. Машина пятнадцать, да? Раз, два, три, четыре, четыре. Да, двух, четыре. Да, двух, четыре. Да, сейчас увидим старт. Ты не снимаешь или снимаешь? Снимаю. Снимаю. Да. Ну, на еды нормально, уверенно. Как вообще делали, да, машины? Так почти-то на все. Я думаю, сейчас танкисты должны им дать жару, если не поломают дни. Как ты думаешь? Какие танкисты? Ну, таксисты. 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 Таксисты, да. Они же заряжены жестко. Только что слили, слили с бессмертной копейки, слили тормозухи. Жидкости. Да, слили жидкости, залили в Ниву. Так что, это, понял? Кровь, кровь поступила свежая. То есть, я думаю, что... Так, тут перекос серьезный. Вот это пойдет, да? А, тут закроется, типа? Ну, тут столы, смотри. Кто устал, может остановиться покушать. Скоростные можно будет валить, да? Что ж, пыль будет. Столковая. Ну, там точка. Не забывай, что тут деревья можно. Столковая. 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 Так, остальное. Подожди, Рома. Все в порядке. Стой, стой, стой. Только люди. Подожди, да, пусть люди уйдут. Тормозали. Ёлки-палки. Может, я выйду? Чтоб легче было. Все в порядке. Если ты выйдешь... Ха-ха-ха-ха. Не, я хотел с улицы показать, как вы едете. Трусик, ты пасик, я вчера без тормозив. Трусик, ты пасик. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Да, ты вчера? Что ты дома там? Запах какой-то. Ха-ха-ха-ха. Тут такая горка, мама, не горюй. Не горюй. Мы едем на природе, ты расслабился. Вот это хорошее место. Да, тут были спецучастки. Когда в том году? В этом году. А мы не проедем там, да? Что это, подсос? Жалюзи. А, жалюзи. Там термостан стоит. Ёлки-палки. Куда ты убирай? Зачем? Трасса должна быть чистой. По ходу первые заработаете 100 баллов, да? Да, да. Да я траки возьму, чтобы я буду поборобатывать. Что, и проедет? Конечно. На РФСИ такие ямы копали. Если люди варили два трака вместе и выезжали. Два трака вместе, да. А два трака это три метра. Ого. И что, по ним выезжали? По ним выезжали. И каждый брал там их и жак и все брали и по ним выезжали. И такой старт, знаешь, и траки красные были. Это где? В Харькове? Да, и как пожарная лестница. Такая торчина, блядь, выезжает. Торчина. Просто на крышу положил. Да, трасса длинная. Смотри, тут такой уклончик приятный, да? Так. А что он там не сделал? Или там будет? Да. Для подготовленных. Для подготовленных пошли. Не стоковых, да? Тут скоро будет переходить. Подъем, наверное. Вон. Здесь кольцо такое четкое. Будет видосы. Огонь. Привет. Огонь. Причем тут разогнаться можно и обогнать. А что там, фоксы стоят? Все там нормально. Отбойники я видел гидравлические. Главное, чтобы не выполнили стасы. Там все по гору. Там жаря уже на руке. А, взвешивали сколько весит? Тонно 800. Тонно 800, да? Ну, не странно в мире. Не, 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 Валера. У них по тонне 600 в Литве вообще. Валера приехал. Да. С кантером, говорит. Иди, я тут. Перевесил. Он взял кантер ручной. Перевесил каждую деталь, да? Да, я ему дал стропу. Он поднял, говорит, все нормально. Тонно 800, да? Одобрил, да? Я говорю, что ты будешь делать? Поехал, говорит, пилять своего Бобика. А-а-а. Он заедет на Барабашов, округи возьми там хорошие. Говорит, хорошо. Загрузил и поехал пилять Бобика. Ну, ты видишь, что напилял? А вообще я его не узнал, блин. Такой настружил. Машина, каждая вонка, как другая. Да. А это сколько весит? Тонно 51. Да. Прикинь, ничего не пиленное в оригинале. Ну, как хорошо. Как едет, да? Стабильно. Мы трассу смотрим. Это что, у тебя спина вспотела или что, Вадик? От чего? Спина вспотела. Блин, это я там нырнул просто. Это вашу трассу прокладывал. Траки нужны будут? Давайте к нам, не к нам. Садись к нам. Садись к нам. И якорь, если нет метров сто хотя бы, блин, удлинителей или метров. Ребятки, то надо будет якорь. А якорь поможет? Там, да. Ну, якоря хватит, поможет. Ну, там вот такая земля, блин. Смотри, каталажка готовится. Готовится к старту. Не бежай, ребята. Они молодцы. Ха-ха-ха. Да нет, это у нее такая... А ну, приверни там его, Руслан. Смотри, как ухватился за ручкой. Ха-ха-ха. Это за дверь. Я за дверь держусь. Давай рассмотрим. Чтобы не нагрузка была. Наверное, вы идите, пожалуйста. Руслан, извини. Давай, давай, давай. Подожди. Не, не, не. Я с улицы хочу снять. Там грязи нету, чтобы не испачкать машину. Вот так вот едет машина. Без напряга. Без напряга точно что. Ну, и со мной было бы лучше, да? Развесовка. Нереально. Офигенно. Да. Получить удовольствие. Просто получить удовольствие. Круто, конечно. Машина именно выдержала и получить удовольствие. Класс, да? Класс. Это вообще фантастика просто. Как мы шикарно едем. И ты понял, за счет того, что узкая, ну, тяжело повиснуть где-то, понимаешь? То есть, оно в колею эту не попадает современную. Так, подожди. Трасса вот эта получается, да? Я так понял? Коридор. Тут другая. Нет, вот коридор. Да, да. Это для того вот. Нет, это общее. Да, это это. Мы просто, да, режем. Вон белый волк. Трассик. Так, я же говорю, что тут не так все просто, как кажется. Очень неплохо. А когда адреналин внук, это сзади догоняет Нива. Сзади Нива. Машину за 20 тысяч долларов. Ох, как вообще тут становится. Закал на трассе. Что-то не то, да? Конечно. Вот сейчас в Харькове будет Нива участвовать, которая едет не в своем классе и будет издеваться над машинами. Да? Да. Матер-1, четвертый, ехтар-2. Когда в Харькове? В субботу. В субботу, да? Валера выпрыгнул, пошел готовить машину. Да, да. Посмотрел трассу, да? Он просто знал, что эта машина тонну 50, пошел бы как резать. Пошел. Вот когда слышит, что у кого-то машина меньше, он начинает что-то делать или мощнее. Да. Последний раз он говорит, блин, 2 тонны, Руслан, что делать? Я говорит, тут вчера спрашиваю, что там, тонна 600, говорит уже. Я говорю, как на 600? Потом смотрю на машину, ничего не осталось вообще. Все другое. Как малазийское, другое. Да, да. Ты видел, как колесная база длиннющая у него получилась? Я говорю, ты базу удлинил? Да нет, нет. Я говорю, не, ну как нет? Ну да, на 10 сантиметров. Он говорит. Получилось, да. За счет этой длины, она же курсовая устойчивость, плюс... Ну, подъем надо будет переворачивать. Да, да, плюс устойчивость на спусках-подъемах. Это пониженная, да? Пониженная подъемка. Один к двум. Смотри, как тут будет непросто, да? Участникам вроде... А что вот это подкапывают на баке? Это вода или бензин? А, бензин. 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 С воздушной трубочкой. Это значит полный бак. Нет, 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 нет. С воздушной трубочкой. Это на перекосах чуть-чуть. Никто не курит, да? Нет. Спортсмены все. Да, я тоже знаю. И немцев нет, которые знали, что тут бензобак. Да? Да, имейте. Знали, да? Да, конечно. Да, машина уникальная. А мы знали, что в Кубельвагене там бензобак. Видели. Кубельваген даже не джип, он заднеприводный. Заднеприводный? Да. Это жук. А, эти же на жук похожи, да? Это стиральная доска. Так, подъем. Так, хватает крутящего момента мотору внизу. Уверенно идёт к уверенному. Да, хороший вариант проехать по трассе. Тут сейчас карьер будет, наверное, зацеплено. Ну, однозначно будет. Ну, ты катаешься вообще на час или нет? Да. Постоянно сколько ты вошёл? Домо? С десятого года. А как попал в УАЗ? Что тут видно? Да, как-то. Купил УАЗ и Гран-Чероки в один год. И понеслась, да? И понеслась, так. Осторожно. Это известный очень карьер. Тут бессмертная копейка выступала. Кто не смотрел, включайте, посмотрите. Людей пропускаем? Да, людей пропускаем. Да. Ох, тут в этом карьере зажигали. После Масленицы была покатуха, понял? Через неделю или две, я не помню. Мы приехали. И тут пацаны исполняли. И надо с улицы это снимать. Как она преодолевает это всё. Смотри. Ты прикинь, как почитана машина. Приятно с таким пилотом. Как машина почитана. Ты видишь, она и артикуляция всё чётенько. Все штурманы. Тех готов. Тех готов. Да. А что самурай возьми? Это, в принципе, похоже на эту машину в плане... Первые Митсубиси, первые Тойоты были один к одному. Ну, вот такой карьер мы проехали. Там, поверьте мне, непросто. И финиш. Вот эта вся трасса. Мы пришли первые. Да, да. Если кто-то не доедет, ему будет стыдно. Да, будут сейчас дубасить. А там вот, где горбы... Да, мест много таких. Засадных на вид простое. Ночь с лодочкой. Вот так, сейчас посмотрим. Всё, полетели на старт. Старт сейчас будет. Благодарим. Спасибо. Так, теперь... Относительно свежий. Тут пилот очень жёсткий. Скорости будут другие. Там осторожно, очень много неровных мест. Аккуратненько. Едь медленно, короче. Едь медленно, и ты будешь победитель. Спасибо. Так и буду делать. Понял? Чё? У Орду сидеть. Медленно. А его, ну это... Это жёсткий пилот очень. Шлемы воские модные вообще. Модные. Сильвер 31. Это без переделок. Правильные шины для этой машины. Первые выстраиваются. Сейчас будет красиво. Сейчас будет красиво.